Слава Господу! И многие Божьи люди, они свидетельствуют, на страницах Священного Писания мы слышали и читали, одного я просил у Господа, чтобы пребывать мне в Доме Господнем многие дни. Это так драгоценно быть в Доме Божьем. В Доме Божьем приходит вот это утешение, в Доме Божьем приходит исцеление, в Доме, где пребывает Бог. Бог там обещал, там будет такое происходить. И это так драгоценно. Слово Божие, оно, ну и Божьи люди, они говорят, что, ну один из псалмов говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Братья и сестры, вы обращали на это внимание? В Боге успокаивается наша душа. Вот эти замолкают страсти, замолкают всякого рода нечистые побуждения, замолкают. И они все замолкают в том месте, где находится Бог. Бог, Он пребывает в Своем доме, в Своей церкви. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Я сегодня хотел бы, ну, хотел бы, чтобы Бог мне помог донести те мысли, которые, ну, я хотел бы, чтобы вы услышали. Я думаю, это важно для нас, и я сегодня хотел бы говорить о нашем призвании, о чем, ну, о чем говорит Писание, к чему призывает нас Бог. Иногда непонятно вообще действие Божие. Вот рассуждая над действованием Божьим, мы смотрим на жизнь человеческую, на ее протяжение этой жизни. Вот одни люди живут короткую жизнь, другие живут дольше. Такой, я не помню, какой-то номер, ну, есть такой псалом, что жизнь на земле, ну, не 300 лет, и не даже 60, а может быть и 30, а может 25. Но некоторые и того не живут. И вот, когда мы говорим о качестве человеческой жизни, или о том, что, ну, она угодна Богу, или вот о предназначении вот самого рождения человека, для чего я рожден, какая цель. Я думаю, что мы все рождены прежде всего для Господа. Аминь. Так же? Мы рождены для Него. Мы Его, и мы принадлежим Ему. И с самого начала нашей жизни, ну, Слово говорит Божье, что Он еще прежде вековых времен нас, ну, предназначил к этому спасению. Бог предназначил нас. И мы смотрим на разные жизни. Писание описывает, ну, разные жизни, разных людей, протяжимость разной жизни. Вот есть такое место, когда ребенок очень маленький, совсем только родившийся в одной семье, в семье царя Иеравама, который в свое время отделил половину царства от царства Соломона, его сына Иеравама. Помните? Такой Иеравам был. И он отделил половину царства, и его ребенок серьезно заболел. И потом он посылает к пророку, который предсказал, что такое произойдет, свою жену. Говорит, пойди, сходи к этому пророку. А он уже был слепой от старости, глаза его уже не видели. И когда он, когда она заходила, и он говорит, ну, что ж ты пришла ко мне, жена Иеравамова, переодетая. Я грозный посланник тебе. Ну, говорит, этот ребенок умрет. Он говорит, почему он умрет? Потому что в нем из всего вашего рода нашлось единственное доброе. Другими словами, если этот ребенок останется с вами, то вы его превратите в подобного себе. И я, говорит, ну, Господь, говорит, я просто не могу этого допустить. И когда мы говорим о цели нашего предназначения, конечно, Господь нас предназначает для себя. Он предназначает для вечности. Он приготовил нам такое слово есть в Писании, ну, в нашем синодальном переводе, пакебытие, да? Это будущий век. Ну, по-современному, по-нашему, по-простому. Будущий век. То есть вот для грядущего века Бог приготовил каждого из нас, всех людей. Он хочет, чтобы люди, они были в этом грядущем веке, и они были некоторым начатком его творений. И когда вот мы говорим о разных жизнях, да, то мы смотрим, ну, я вот вспоминаю, как бы, жизнь другого человека. Вот он был, ну, сыном служителя. Вот был сыном служителя, отступил, начал употреблять наркотики. Отец был просто разбит, раздавлен этой ситуацией. И потом он обратился к Господу, начал, ну, так вот, служить ревностно, посвящать себя Богу. И вот на пике вот этого состояния он попадает в аварию. Они ехали с Москвы на бусино церковном. Попадает в аварию и, ну, погибает этот парень. И казалось бы, вот такое состояние прекрасное. И, ну, погибает этот человек. Но Бог знает, вот, всему свое время. И Он знает, что будет в будущем. И, может быть, знает, что этот молодой человек не устоит в правде. Но провидение Божие, оно, оно очень мудрое, здравое и прекрасное для нас. Воля Божья для нас, она прекрасна. И все, что происходит в нашей жизни, это прекрасно и хорошо. Другой человек, смотришь, живет, ну, и Господь его, ну, просто укорачивает ему жизнь, потому что его нечестие, его нечестие, оно уже до такой степени дошло, что, ну, нет возможности это терпеть и носить это земле. Кто-то, а кто-то, вот, знаете, как плодовитая лоза в Доме Божьем. И есть и такие люди. И Бог продлевает им жизнь для того, чтобы они еще больше принесли плода для Его Царства и для Его Тела. Судьбы разные. Но цель предназначения одна. Мы приготовляемся Богом для вот этого грядущего века. И Слово Божие говорит, что мы некий начаток Его творения. Мы начаток Его творения. И вот то, что Бог от нас предназначил, это удивительно, ну, для всех нас. И вот в этой жизни, которую мы проходим здесь на земле, нам нужно, необходимо чему-то научиться. Слово Божие говорит в послании к эфесянам, 2 глава, 10 стих, там написано так. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И я сегодня хотел как бы вот поговорить как раз, ну, и так вот, такая тема, да, вот. Вот, неспособность к добрым делам. Неспособность к добрым делам. И я хочу, чтобы мы вместе прочитали из послания к Титу, место священного писания, это первая глава послания к Титу апостола Павла, 10 стиха, ну, до 16, до конца главы. Здесь написаны такие слова. 2 глава. Глава. И непокорны, и неспособны ни к какому доброму делу. И вот, когда мы говорим, ну, мы читаем здесь о людях, которые принадлежали к церкви. Апостол Павел говорит, что, ну, люди, которые принадлежат к церкви, они, ну, не имеют способности к добрым делам. Ну, и нам кажется, ну, неужели эти люди, они не были там гуманны, добры, неужели они, ну, как-то, ну, что-то не жертвовали, что-то не отдавали, не делали какого-то там, может быть, они, ну, не хотели проповедовать Евангелие, или как-то вот они поступали еще каким-то другим образом. Не хотели ничего делать в церкви. Но на самом деле, когда он говорит вот это, апостол Павел, он говорит совершенно о другом. Он говорит об определенном характере, который всегда сопутствовал действиям этих людей. Он говорил, что, ну, эти люди, они, ну, вот, как Писание говорит, всегда учащиеся, но так никогда и не достигающие познания истины. Это люди, которые так никогда, ну, и не познали Христа. Вот они что-то могли делать, они могли каким-то образом поступать, они могли даже много-много-много дел сделать, но, тем не менее, эти дела Бог, ну, смотря на них, Он не может назвать добрыми. Когда мы говорим вот о доброте какой-то, которое бы, ну, скажем так, было доброй в глазах Божьих. Я вспоминаю такую, хочу иллюстрацию привести, вспоминаю, мне мама рассказывала, но в детстве они попали в оккупацию, ну, во время еще Великой Отечественной войны. Ей было всего три годика, и, ну, она говорит, я вспоминаю, как, ну, была маленькая, ну, и было очень, ну, как бы скудно с питанием, было скудно с едой, и, ну, мама там постоянно вынуждена была работать, папа был на фронте, ну, воевал, ну, дед мой. И она говорит, однажды, ну, мы играли с детками там во дворе у себя, и проходили немецкие солдаты. И один нас увидел, подошел к нам и достал из, ну, этого ранца, достал шоколадку и дал мне. И, ну, знаете, ребенок, три годика, шоколадка, ну, это такое, такое вот, ну, счастье для ребенка. И она говорит, и мама мне отламывала по одной, вот, по одному кусочку, вот так вот и давала там в течение какого-то времени. И я была очень счастливая, когда мне мама это давала. Ну, и мне казалось, что этот человек очень добр по отношению ко мне. Но на самом деле, если мы, ну, какую-то оценку дадим действиям этого человека, ну, посмотрим объективно на всю, ну, как бы, на всю полноту того, что этот человек делал, мы поймем на самом деле, ну, как бы с нашей точки зрения, да, что он человек, который, ну, он не пришел на нашу землю, чтобы шоколадки раздавать детям. Это человек пришел совершенно с другими мотивами. И то, что он совершил такой поступок, не делает его, ну, дела добрыми. Так же, братья и сестры? И вот часто такое бывает, что в нашей жизни мы как-то смотрим на какие-то дела, как, вроде бы, как на якобы добрые дела, но в глазах Божьих они не являются добрыми делами. Мы смотрим, ну, и вот есть категория людей, которых, ну, у нас так братья в шутку говорили когда-то, что, ну, есть делатели, а есть деятели. Понимаете разницу? И вот есть люди, которые, ну, действительно делают то, что угодно Господу Иисусу Христу. То, что, ну, благопристойно, то, что чинно, ну, в английском переводе оно написано в порядке, ну, то есть в определенном порядке Христовом. У Христа есть определенный порядок для всякого доброго дела. И Бог, Он смотрит на нашу жизнь и оценивает наши действия. Вот смотрите, апостол Павел пишет об этих людях, которые определенным образом, ну, они были в церкви. И я думаю, они не были, ну, вернее, были не без каких-то вот дел. У них были дела. Но эти дела, Он говорит, есть, ну, много людей, ну, непокорных. То есть вот в их природе, вот в их природе, в их характере находится вот такое своеволие и непокорство. Дальше написано пустословов и обманщиков. Ну, чтобы мы понимали, пустословы – это не просто тот человек, который там, ну, там, сказал что-то и не сделал. Я думаю, что здесь речь идет о большем. Тут речь идет о том, что человек исповедует Евангелие, но он сам в практике своей, ну, не является выражением этого Евангелия. Слово Божие говорит, если вы знаете это, да, блаженны, когда что? Исполняете. И Он говорит, что есть люди, которые своевольны, непокорны, которые являются, ну, их слова просто ненавидят. Они наполнены вот этим смыслом. Они вроде бы являются верующими, но вроде бы даже что-то делают. Может быть, ну, есть такие люди, которые даже делают много. И, ну, их деятельность, она заметна и на виду. Но вот наполненность этой деятельности, она в глазах Божьих не является добрым делом, вот как, ну, как вот с этим вот, с этим немецким солдатом. Она не является добрым делом. Потому что, ну, она изначально или смотивирована, или, ну, есть какие-то вкрапления чего-то такого негодного. И Слово Божие говорит, Он говорит, по этой причине, ну, обличая их строго, дабы они были здравые в вере. То есть в каких-то действиях, в каком-то своем положении, чтобы была определенная здравость. И Он говорит, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть их. Они говорят, что знают Бога, а дела говорят противоположные. Делами своими отрекаются. Будучи, смотрите, груз гнусный, непокорный, неспособный ни к какому доброму делу. И вот когда мы говорим о какой-то, ну, о каком-то деле, то, ну, наверняка, наверняка, если мы и делаем какое-то дело, вот в Доме Божьем, или для Дома Божьего, или для Господа. Если мы что-то делаем, то, ну, как бы мы тратим на это определенные усилия, да, мы можем что-то жертвовать. Мы, как бы, ну, полагаем себя в чем-то. И, казалось бы, ну, наши жертвы, они должны быть приняты Богом и приятны Ему. Но, если мы посмотрим с самого начала на, ну, священного писания, на каких-то людей, которые приносили жертвы, часто мы обращаем внимание свое на Каина, вот, и Авеля, да, и Каин в наших глазах выглядит просто как убийца. Но мы не обращаем внимания на то, что они оба были в Доме Божьем и оба приносили жертвы. Мы, как бы, забываем, что Каин, на самом деле, он был, ну, достаточно религиозен в своих чувствах. И он потратил определенные усилия для того, чтобы, ну, и полагал себя для того, чтобы что-то принести Богу. Он рассчитывал получить от Бога какое-то расположение. Но из-за того, что он это делал в недолжном состоянии сердца, это, ну, не приносило должного эффекта. Когда мы говорим вот о этих добрых делах, в 50-м псалме Давид провозглашает такие слова. «Тебе, единому Господи», это 6 стих, «Тебе, единому Господи согрешил я, и лукавая пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Но я, вы знаете, когда читал эти слова еще давно, я задумывался, думаю, ну, как же так? Как вот он может утверждать такое? Ну, я не могу сказать, что Давид согрешил только единому Богу, так же? Но он согрешил и перед другом своим верным Урей. Он согрешил и вел при любодеянии эту Версавию. И, ну, он, я думаю, ряд людей, которые были в этом задействованы, он как бы каким-то образом косвенно того же самого Иоава побудил на покрытие этого греха, и еще кого-то. То есть Давид, он произвел целое такое действие, которое не только относилось к Богу, но и относилось к людям. Но почему, собственно, Давид говорит, что «я тебе единому согрешил, и лукавая пред очами твоими сделал». И когда вот, ну, я рассуждал над этим, вот с каким-то вот, ну, с приходом какого-то, ну, скажем так, христианского опыта, я начал понимать, до меня начало доходить, что вот все, что мы не делаем, все, что мы не делаем, все должно быть, ну, все должно приносить славу Христу. И если мы что-то делаем для Христа, то все, ну, как бы, мы, ну, должны делать во имя Его, по-настоящему. Когда-то я, будучи совсем еще новообращенным, ну, был сильно удивлен тем, что, ну, я прочитал в Писании, что необходимо возлюбить Господа Бога всем сердцем своим, всем разумением, всей крепостью. И ближнего, ну, потом вторая такая, подобная ей заповедь, говорит, как самого себя. Меня это так, как-то, ну, немножко удивило, потому что, думаю, Господи, ну, почему я должен Тебя любить? Ну, я вот искренне, вот так, откровенно с Богом разговаривал. Почему я должен Тебя вот так любить больше, нежели, там, свою маму, там, или своего отца, или своих каких-то, ну, близких? Я, ну, не понимаю, почему. И вы знаете, мне Господь начал показывать, начал мне напоминать ситуации в моей жизни, как я любил свою маму и как я любил своего отца. Он начал показывать мне, как я их не слушался. Он начал показывать, как я приносил им страшную боль. Ну, мой отец, там, несколько инфарктов получилось из-за моего, ну, нечестивого поведения греховного. И, ну, моя мать, там, рыдала ночами из-за того, что, ну, или, ну, может быть, знаете, вот она, как бы, отгоражилась, пыталась как-то заблокировать вот эту информацию негативную о мне, чтобы, как бы, не думать даже об этом. Настолько, ну, ей больно было на все это смотреть в моей жизни. И когда вот у меня были какой-то, скажем такой, большой-большой накрытый стол жизненный, да, наполненный какими-то благами материальными, с этого вот большого стола моей маме, ну, там, моему папе, моей семье, ну, ну, сыпались только крошки. И Господь говорит, посмотри, на самом деле ты всегда заботился только о себе. Ты никогда не любил, на самом деле, по-настоящему их. Это были просто эмоции. Но на самом деле ты так никогда и не выражал настоящей, действенной любви по отношению к ним. И Дух Святой тогда мне сказал, и если ты не научишься любить меня по-настоящему, то ты так никогда и не научишься любить своих близких. Ты не научишься этому. Ты так всегда и останешься эгоистом. И, ну, это было для меня большим уроком. И Слово Божие говорит вот именно о том, ну, и Давид именно это имеет в виду. Он имеет в виду, что наше отношение должно быть в первую очередь, но важным, ну, важным, самым важным в нашей жизни должен быть Бог. И наши взаимоотношения с ним, они должны быть на самом первом месте. Из всего этого уже будет исходить все остальное. И если бы Давид, ну, не согрешил бы вот этому тебе единому, то в его жизни бы и не было бы ни Урии, ни Версавии, братья и сестры. Вы понимаете? И если бы Давид не позволил согрешить вот перед Богом единым, то не было бы ни Урии, ни Версавии. Я, ну, одно время, вспоминая, учился у нас, большой университет был раньше в городе, христианский. И, ну, я учился в этом университете. И однажды зацепился вот с братьями, ну, такое, большое было такое, как конференция. И один брат говорит, что, ну, он так утверждал из Писания, что есть вот как бы две заповеди равноценных – возлюби Бога и возлюби ближнего. Ну, а я говорю, вы знаете, братья, я говорю, позволю себе возразить. Я позволю себе возразить. Я говорю, есть, Писание говорит, первая и наиглавнейшая заповедь – возлюби Бога. А вторая, она подобная ей. Есть первая и наиглавнейшая. И вот если ты не оценишь Иисуса, если ты не начнешь ставить Его во главу угла всей своей жизни, то ты таки не сможешь исполнять эту вторую заповедь. Она является следствием исполнения первой. И Давид, ну, недаром говорит, что тебе единому согрешил. Это означает, что если бы я тебе не согрешил, то я бы, ну, у меня бы был порядок бы и с моими ближними во взаимоотношениях. Мы должны для себя это уяснить, усвоить, что всякое наше доброе дело, оно истекает вот из этих взаимоотношений с нашим Господом. И если у нас не будет с Ним взаимоотношений, у нас не будет добрых дел на самом деле. Мы не можем по определению производить добрые дела. Вне Христа нет добрых дел. Вне Христа нет добра на самом деле. Братья и сестры, вот если бы вы меня услышали в этом. Вне Христа нет добра. Единственное, где есть добро, оно есть только во Христе. И когда мы говорим об этих добрых делах, я вот вспоминаю, ну, один мой хороший товарищ, друг, тоже был служитель Господний. И вот мы как-то вот, он очень был такой человек организованный, разумный. Знаете, вот есть люди действительно талантливые. Ну, я себя сильно так не относил к категории таких людей. Есть такое в каргизском языке слово, это ушундай, булуб колды. Это, ну, так получилось. Знаете, это мой был девиз по жизни. Я думаю, что мы все-таки, ну, все азиаты в такой значительной мере. Ну, это когда вот что-то не получается. Ну, и тебя говорят, почему ты не пришел там вовремя, там, ну, в это время? Почему ты там не сделала, ну, как бы, ну, так получилось. Ну, это высшие силы, это там, ну, что-то такое. Вот, ну, я ни при чем. И вот этот вот, вот этот вот девиз, он, мне кажется, это был, он в какой-то мере знаменовал мою жизнь. Ну, ну, разные люди. И этот мой друг, он был очень одаренный, талантливый. Бог его использовал для каких-то вот проектов, каких-то дел определенных. Он был прекрасный администратор. И, ну, его отношение к людям, оно было совсем не таким, как у меня. Он, ну, грубил даже до хамства верующим. Ну, будучи сам служителем. Грубил даже до хамства. И, ну, и однажды он прям при мне, там, одну сестру администратора, он так отчитал, что она к нам ему позвонила и попыталась там как-то ему что-то объяснить и сказать, как надо делать. Я говорю, слушай, ну, так нельзя. Я говорю, ну, бедная сестрица, ее пастор попросил, чтобы она с тобой связалась. Ну, а ты ее так отчитал, ну, бесчеловечно просто. Я говорю, так нельзя к людям относиться. Я говорю, Бог спросит. Ну, ты не думай, что, ну, так можно с людьми. Бог обязательно спросит с тебя. И, ну, и он мне говорит, ну, такие слова, ну, он что-то сказал вроде этого. Он говорит, мы просто с тобой разные люди. Ты, говорит, ну, я человек дела, а ты человек взаимоотношений. Я человек дела, а ты человек взаимоотношений. Я говорю, ты знаешь, ну, я просто Бога боюсь. Я боюсь Бога. Я боюсь так себя вести. И если я так себя начинаю вести, ну, вот каким-то образом из меня подобное вылазит, то я, ну, я каюсь, и я пытаюсь извиняться перед человеком как-то. Пытаюсь, ну, как бы найти мир во взаимоотношениях. И, ну, Слово Божие, оно говорит нам, что, ну, ну, вообще, мы должны смотреть на всякое доброе дело не человеческими глазами, но глазами Божьими. Вот как он относится к нашим добрым делам. Когда мы говорим вот об этих добрых делах, да, то они иногда вообще нам непонятны. Помните эту женщину, которая пришла, взяла этот драгоценный сосуд с этим маслом драгоценным, да, благовониям, и она, ну, как бы это все на Иисуса, и все ученики, они вокруг возмутились. Ну, я думаю, больше всех Иуда, как бы, возмущался. И она говорит, это же можно было раздать все нищим, ну, продать это масло, раздать нищим. А Иисус обрывает и говорит, ну, послушайте, вы не понимаете, она доброе дело сделала для меня, так же? Доброе дело. Мы, ну, иногда не понимаем, как, ну, в чем это доброе дело заключается для Иисуса. Нам, ну, вот, знаете, с нашего, ну, с нашего вот человеческого взгляда мы иногда не понимаем, в чем это доброе дело. И Господь, Он говорит об этом. Он говорит, что мои мысли, они не ваши мысли. Мои мысли, они не ваши. И Он говорит, как небо выше земли, так и мои мысли выше ваших мыслей. На самом деле, для того, чтобы нам уразуметь Бога, нам необходимо постоянно иметь с Ним какую-то, ну, какое-то общение, какую-то связь. И часто вот люди, которые, ну, которые находятся в церкви, ну, такое бывает. Ну, может быть, у вас не так, это мы только такие вот, ну, плохие. Я обращал на это внимание, думаю, приедешь в собрание, смотришь, все такие хорошие, прекрасные, добрые. И, ну, наверное, только у нас такое происходит, а у вас все по-другому. Ну, вот, но, но, к сожалению, наверное, это не так. Вот апостол Павел, апостол Павел, знаете, вот он в 4 главе 1 Коринфяна, он говорит такие слова, он говорит такие слова, что, говорит, вы уже, как там, усовершились, вы уже начали царствовать. Вот, если бы вы действительно царствовали, а после этого 1 стих 5 главы говорит такие слова, ну, говорит, чтобы нам царствовать с вами, да, а 1 стих 5 после этого говорит такие слова. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Почему он так, ну, говорит? Ну, не потому, что он какие-то слухи слушает. Вот, знаете, человек Божий, когда, когда видит вот такое состояние, когда люди начинают царствовать без Христа, когда они начинают делать работу Божью без Христа, когда они начинают, ну, как-то, вот, какие-то добрые дела делать, но это делают без Христа. Да, он начинает, ну, он, знаете, вот, как опытный человек, как духовный человек, он говорит, ну, я знаю точно, что, ну, вот, следующим этапом будет блудодеяние. Ну, блудодеяние, оно не обязательно физическое. Это следующим этапом будет определенное блудодеяние от Господа. То есть, то, что Богу не угодно будет делаться. И когда вот мы говорим об этой неспособности к добрым делам, Иисус когда-то сказал, помните эти слова в Нагорной проповеди, Он говорит, «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца». Как вы думаете, вот, если бы люди видели, ну, этого солдата, который там пришел, ну, не того, чтобы раздавать эти шоколадки, да, и, ну, как бы, и они бы смотрели на него и думали, «О, человек, который делает добрые дела, человек, который, ну, пришел сюда для того, чтобы…» Ну, разве это был бы свет с его стороны? На самом деле, ну, свет Божий – это тогда, когда, ну, божественная жизнь, божественный характер, когда характер Христа, он проявляется в жизни верующих людей. Мы должны об этом помнить, и, ну, вот этот свет – это то благоухание Христово, которое исходит из верующих. Слово Божие говорит, ну, о том, чтобы мы были, как там, мудрые, как змеи, да, и кроткие, простые, да, ну, хорошо, но хочу все равно сказать о кротости. Хочу сказать о кротости. Недавно прочитал определение о кротости, это меня тронуло. Это, знаете, написано о кротости, что это мягкость и податливость характера с внутренней твердостью в этом. То есть человек внутренне, ну, очень решительно и твердо настроен, чтобы быть, ну, мягким, добрым, ну, если нужно, уступчивым. Ну, конечно, не в том, что касается греха, потому что речь идет о том, что внутри у него действительно есть этот стержень, который его поддерживает вот в этой правде. И кротость на самом деле, она является частью плода духа. Это то, что появляется в нас из взаимоотношений с Богом. Оно не может, это не наше. Мы не можем это иметь без Господа. Когда-то вот меня очень тронула эта мысль, что апостол Павел, проповедуя в Афинах, помните эту проповедь, удивительную его. И он, ну, как бы начал этим афинянам, ну, он там применил разные, как бы, такие речевые обороты по отношению к ним, чтобы они его выслушали, чтобы они были внимательны, чтобы, как бы, они приняли его речь. Но потом он говорит такие слова. От одной крови он произвел весь человеческий род. И он говорит цель вот этого произведения. Он говорит, дабы они, что, искали Бога. Он говорит, дабы они искали Бога. И, ну, я вспоминаю, как один, ну, брат там, ну, у меня в собрании, я ему говорю, слушай, ты знаешь, необходимо Бога. То есть мы, ну, нам необходимо научиться, ну, видеть его проявление или находить его проявление, достигать его благости. Ну, вот стремиться, чтобы, ну, соприкоснуться с ним. Нам необходимо этому научиться и жить этой жизнью. И я говорю, когда-то вот то же самое произошло в Эдемском саду, и ничего, ну, не меняется. Ну, в этом саду было много деревьев, было дерево жизни, ну, и было и дерево познания добра и зла. И Бог насадил в этом саду человека. И он рассчитывал, что Адам будет заинтересован древом жизни. Но к древу жизни необходимо, ну, это, в нем заключается необходимость к нему постоянно приходить. Древо познания добра и зла обещает, ну, что если ты получишь это познание добра и зла, ты будешь сильным, ты будешь, ну, как бы иметь успех, у тебя будет способность самому решать, и ты можешь на своем знании утверждаться. И это осталось в человеческой природе, независимо от того, ну, кто мы, верующие или неверующие. Помните, апостол Павел говорит, что мы, ну, как бы, эллины, они ищут чего? Мудрости, да? А иудеи ищут чего? Чудес. Почему они чудес ищут? Они ищут силы. Верующие, ну, иудеи, как верующие, да? Они ищут силы. Эллины тоже ищут силы. Ну, каждый человек, он ищет вот этой силы, на которой бы он мог утвердиться. А Павел говорит, а мы проповедуем кого? Христа распятого. А мы проповедуем Христа распятого. И вот хочу, чтобы мы еще с вами одно место Писания прочитали, которое, ну, меня оно тронуло, потому что я на него смотрел совершенно другими глазами. Это послание римлянам, третья глава. Ну, у меня Гетцовская Библия, здесь написано «Греховность всех людей». Давайте с 10 стиха прочитаем. Здесь, как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Горта них открытый гроб. Языком своим обмануют. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и погуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Читая эти строки, я всегда думал, ну, это о неверующих написано. Это о язычниках. Ну, ноги их быстры на пролитие крови и все такое. Но потом начал обращать внимание на другие стихи. И думаю, слушай, ну, это точно и о верующих написано. Но эти все вещи, они проявляются в жизни верующих людей. В гортанях открытый гроб. Бывает такое у верующих? Бывает. Но уста их полны злословия и горечи. Бывает? Да бывает еще как. И такая горечь изливается из сердца. Ну, и отношение определенное к тому или иному человеку. Ну, они не знают пути мира. Бывает ли такое? Да, конечно. Я уже видел это не один раз. Иногда сам не мог долгое время с чем-то справиться в своей жизни. И вот здесь написано, нет страха Божия перед глазами их. И когда вот мы все читаем эти характеристики, ну, и здесь написано, все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного. А разве верующие не делают добро? Да делают. Они и то делают, и все делают. И проповедуют, и, ну, какие-то делают гуманитарные вещи. Но Писание говорит, что здесь написано в 11 стихе, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Вся та же опять повторяется история Эдемского сада. Человек, который как-то утверждается в церкви, его жизнь упорядочивается. Но в его жизни какой-то наступает более-менее порядок и благословение. Этот человек перестает ощущать свою нужду в Боге в этих всех обстоятельствах мира, там, ну, какого-то более-менее благосостояния в его жизни. Пусть не во всем, но он начинает рассчитывать на свои силы. Или, ну, только лишь на свои силы рассчитывает. И люди перестают вообще, ну, нуждаться в Боге. Вот происходит история этого Эдемского сада, только уже на современный лад. Они, ну, как бы думают, а как бы нам укрепиться там какими-то нашими, ну, материальными ресурсами, каким-то нашим разумом, каким-то способностью нашей к администрированию. И после этого начинается обратный процесс. После этого мы начинаем видеть такую картину, о которой говорил апостол Павел Коринфянам. Говорит, вы уже начали царствовать, но начали царствовать без Бога. Говорит, следующим этапом будет обязательно блудодеяние. И это блудодеяние будет заключаться в том, что вы, ну, отпадете вот от этого характера Христа. Вы перестанете, ну, хранить себя в какой-то вот святости, в каком-то благочестии, страх Божий куда-то уйдет. Почему так произойдет? Потому что, ну, нет разумевающего. Для того, чтобы разуметь, надо, необходимо увидеть, что ты без исполнения вот этой заповеди, без этой любви к Иисусу, без постоянного Его поиска, ты просто не способен жить так, как, ну, заповедует Евангелие. Ты просто не способен. У тебя это никогда не получится, жить такой жизнью без Христа. И наша с вами такая вот огромнейшая потребность, она заключается в том, чтобы, ну, нам стать разумеющими. И несмотря на, ну, какие бы ни были обстоятельства в нашей жизни, будь то голод или наоборот благосостояние хорошее, мы всегда помнили о том, что, ну, нам необходимо искать Христа для того, чтобы нам действительно проявлять этот свет Божий во всех наших поступках, делах, и чтобы дела действительно наши были добры и соделаны в Боге. Нам для этого необходим Бог. Без этого поиска, без этого, ну, систематической, ну, встреч с Иисусом Христом, ну, наши дела, они опять превратятся во что-то неправильное. Я вспоминаю, как-то встретился, ну, проповедовал на улице одной женщине. Я с самого момента моего уверования очень, ну, очень много и, ну, очень сильно любил проповедовать. Я прямо уходил, и бывало до двух часов ночи, мне жена за это там сильно ругала, задерживался на всяких гадюшниках, вот этих наливайках, вот о которых сестра говорила, что они закрываются там силой молитвы. А я, ну, не понимал еще, что они закрываются силой молитвы. И я ходил туда вот этих всех грешников, терроризировал, значит, хватал там, проповедовал. Вот, и, ну, любил всегда это делать. Я помню, подошел к одной женщине, она была неверующая. И она говорит, а вы верующий, да? Я говорю, да. Она говорит, а у меня мама была верующая. И она говорит, я вспоминаю, как я просыпаюсь утром в школу идти, она уже молится долго давно. Когда я ложусь спать, ну, я, говорит, ну, она молится во время того, как я ложусь спать, и после того, как я ложусь, она все еще молится. И говорит, она была очень благочестивым человеком. И говорит, мне стыдно, что я живу такой жизнью, ну, как я сейчас живу. И, а я тут момент такой как-то внутренне испугался, думаю, я так не поступаю, вот, как, ну, как она сказала об этой женщине. Я так не живу. Я не ищу Бога, ну, так вот, как должно было бы мне искать. Но от этого, друзья, зависит наша способность к добрым делам в глазах Божьих. Мы не можем сами по себе воспроизводить характер Христа. И какие бы наши дела не были добрыми с человеческой стороны, если они соделаны вне Бога или без Бога, они в глазах Божьих не являются добрыми делами. Вспомните, апостол Петр говорит, ну, как живые камни будем устроять себя, так же? Как живые камни. И он говорит, и будем приносить какие жертвы? Духовные жертвы, да? То есть те жертвы, на которые побуждает нас Дух Святой, благоприятные Богу, Христом и Иисусом. И поэтому нам необходим Дух Божий. Нам необходимо соприкосновение с Ним постоянно. Нам необходимо научиться вот этому поиску Бога. Но Бог для этого нас и предназначил. Он говорит, для того, чтобы они искали Бога. Он говорит, создал именно для этого. Не чтобы мы один раз Его нашли, но чтобы мы постоянно к Нему научились приходить. И из этого будет происходить уже всякая духовная жизнь. Апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, ну, не помню в каком стихе, по-моему, в 17-м, если у меня, ну, я могу посмотреть для вас. Он говорит, такие слова говорит, 22-й, извините. Он говорит, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вы знаете, невозможно любить друг друга. Невозможно. Если Дух Божий, но не очистит наши сердца. Если мы не будем повиноваться Духу Святому и выполнять истину, ну, вот, инспирированную или как, ну, ту истину, на которую побуждает Дух Святой. Мы не сможем очистить свои души к этому нелицемерному братолюбию. Наши сердца будут неспособны. Мы будем, ну, понимать своим умом, что нам надо делать добро. Мы будем стараться даже. Но сердце наше будет говорить обратное. Но вот это очищение сердца, оно, ну, Писание говорит, кто может очистить сердце свое? Никто. Господь говорит, я могу очистить. И это очищение сердца только происходит через послушание Духу. Это очищение сердца происходит только через постоянный поиск Бога. И Бог говорит, если, ну, вы меня будете любить, ну, то другими словами, вы будете меня искать и будете послушны мне. И невозможно побыть послушным Богу без того, чтобы его искать. Аминь, братья и сестры. И нам необходимо этому научиться. Слово Божие говорит так, это послание Якова. Оно говорит, мудр или разумен кто из вас? Докажи. Аминь. Мудр или разумен кто из вас? Докажи. Многие говорят, что мы мудры, мы делаем доброе дело для Господа. Но мудр или разумен кто из вас? Докажи. И, ну, здесь написано, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Добрые дела, они те дела, которые соделаны в Боге. И если, ну, мы имеем вот такое в сердце, это не является добрым делом в глазах Божьих. Мы, ну, мы можем посмотреть на жертву Каина и Авеля, на эти добрые дела, которые они принесли. Одни добрые дела не были приняты, другие были приняты почему-то Богом. Мы можем посмотреть на другие местописания. Книга пророка Агея говорит, что, ну, как бы, если человек какую-то жертву несет и священное мясо прикоснется к чему-то нечистому, станет ли нечистое чистым? Нет, не станет. А если он прикоснется к этому, ну, к чему-то осквернившегося от мертвеца, то написано, это священное мясо станет нечистым. Иисус говорил об, вот, на самом деле, вот это вот два положения человека. Человек думает, что он, я своим, своим добром угожу к Богу. Но Бог говорит, нет, ты мне можешь угодить только послушанием и тем, что ты ко мне приходишь. Когда ты будешь приходить ко мне, я буду давать тебе и силы, и способности быть послушным. По-другому никак не получится. И Писание говорит, мудр или разумен кто из вас? Докажи. Докажи. Аминь, братья и сестры.